Большой всем привет! Сегодня будет неожиданная игра месяца. Настолько, что мне придется, наверное, большую часть видео объяснять, почему же я все-таки выбрал игрой месяца. Но вначале давайте подведем итоги настольного месяца апреля для магии настольных игр. Итак, посмотрите на статистику. В этом месяце у нас антирекорд. Мы сыграли очень немного партий сравнительно и всего несколько игр настольных. Но при этом месяц, можно сказать, выдающийся, потому что каждая партия запомнилась, каждая игра легко воспоминается и, в общем-то, это даже неплохо. И все, кроме одной партии, принесли очень неплохие положительные эмоции. Но начнем с той, которая принесла отрицательные эмоции. Это партия War Chest. И тут, в общем-то, ничей вины нет ни игры, ни моей, не просто обстоятельства. Это был турнир по War Chest, который я очень ждал. Мне хотелось поучаствовать в этой игре, потому что мне игра нравится, и я вроде бы неплохо в нее играю. И долго не начинался он, перекладывался, и наконец-то он начался, и в очень неудачный момент. Именно в ту субботу, когда была первая партия по War Chest, к нам приехали в гости, с которыми мы собирались ехать, искать интересные места в окрестностях. Кстати, нашли и все такое. Замечательные римские развалины нашли с древними термами. Даже есть видео в топик на эту тему на канале в коротких видео. Но не суть. Суть в том, что как раз начало турнира по War Chest выпало на время, когда мы собрались в поездку. Гости загрузились в машину, моя семья загрузилась в машину, а тут мне надо, блин, играть в турнир. И я не мог отказаться, потому что это нехорошо, и меня торопят быстрее ехать. В результате я на скорую руку быстренько ходил, абсолютно не думая, лишь бы быстрее закончить и не задерживать гостей. Партия получилась из-за этого скомканная, абсолютно без размышлений. Потом я посмотрел, там упущено несколько моментов было на победу и так далее. В результате эта партия принесла такое раздражение, что вот было негативное ощущение. То есть не надо так, не надо в торопях, или ты вдумчиво играешь, или не играешь вообще, не знаю. В общем, вот это единственное неприятное мое ощущение в апреле от любимой игры. Все остальное было очень и очень интересно. И, кстати, с гостями. К нам приехали гости, вечером с которым мы хотели поиграть. И как раз я в это время разбирал игру Двейлингс оф Эльдервейл. И гости англоязычные. И, соответственно, я попробовал с ними сыграть. Они не играют в настольные игры для них, это что-то необычное. То есть они знают, конечно, про монополию шахматы и так далее. Но вот серьезные современные настольные игры для них — это открытие. И мы начали играть вчетвером. Потом девушки отвалились, потому что они не вникли, не смогли погрузиться в игру. А вот мы с гостем-мужчиной, так я выражаюсь, но не знаю, как сказать, мы очень и очень хорошо поиграли в жилище Эльдервейла. Да, причем это было очень классно из-за того, что я видел противника, игра захватила. Само это времяпрепровождение его захватило. Я вспомнил, какой же все-таки большой кайф играть с увлеченными людьми, а не просто вот с моими уже измоденами. Не знаю, откуда слово это вынырнуло. С моими членами семьи, которые уже избалованы. Для них настольная игра уже наказание, а не удовольствие. Из-за чего, в общем-то, у меня практически полный крен в соло-гейминг ушел именно из-за того, что большая часть удовольствия от настольной игры это именно от изучения этого мира с увлеченным человеком, с увлеченными людьми. Они сами по себе не приносят удовольствия. Это не еда, это не секс, это не какая-то физиологическая вещь, которая дает удовольствие в силу просто своего устройства. А из сложных вещей, типа настольных игр, книг, нужно уметь извлекать удовольствие. Если ты не хочешь это делать или не умеешь, то картон остается картоном, карточкой остается карточками, а не каким-то новым миром, не каким-то новым приключением. Думаю, это понятно и все это более-менее ощущают и на своем тоже игровом хобби. Так вот, две партии в жилище Эльдервейла мы сыграли с большим удовольствием и с большим интересом. И мне даже вспомнилось, каким хобби должно быть и могло бы быть. Разумеется, игрой месяца я не могу назвать ни ворчеста, но и в жилище Эльдервейла, несмотря на эти две замечательные партии, тоже не могу назвать игрой месяца. Идем дальше. Кроме этого, с семьей мы играли в две игры. Это Canvas, это новинка, которая, в общем-то, всем понравилась. Ну, простая семейная игрушка, есть на ней обзор по ней, составляешь картины, отличные компоненты, отличная идея, простейшая механика, при этом очень и очень милая. Могу рекомендовать, отличная семейная игрушка. Вторая игрушка, которую мы сыграли более-менее случайно, вдруг жене захотелось сыграть во что-то и старенькое, и сложненькое. Мы выбрали кланы Каледонии. И тоже получилась совершенно замечательная партия. Вот люблю я эту игру. Кланы Каледонии просто замечательная игрушка, когда ты ее достаешь изредка. Каждый раз, когда ты ее берешь после большого перерыва, она выглядит свежо, по-новому, просто ты вспоминаешь, за что ты ее полюбил. Да, в нее долго играть нельзя, то есть много партий в нее подряд приводит к заиграм у нее этой игры. Но вот в таком стиле, когда мы ее достаем раз в полгода, она каждый раз радует. Причем партия была такая, ну, весьма замечательная. Мне удалось сделать невиданные деньги на молоке. Там есть разные шотландские кланы, и я люблю играть за молочника, потому что у него есть возможность продавать молоко между раундами за сравнительно большие деньги. И вот впервые в игре мне удалось на этом молочнике за один раунд заработать 80 монет просто на продаже молока. Моя противник играла за стюарта, а стюарт означает, что у него есть халявные торговцы, соответственно, она там продавала кучу молока, снизила на него цену, а я этим воспользовался, купил всех торговцев, каких мог, и на все купил дешевого молока. После чего в конце раунда продал и свое молоко, и то, что накупил. И заработал на продаже просто молока 80 монет. Это настолько впечатлило и меня, и противника, что противник сказал, ладно, уже давай дальше не играть, и так видно, что ты выиграешь, потому что 80 монет лишних. Это очень и очень круто. Тем не менее, мы продолжили играть, и, что удивительно, в конце я даже еще и проиграл. Буквально из-за одного жилища. То есть там 12 очков. Разница была в несколько очков, но последние 12 за большее количество поселений получил противник, и за счет этого выиграл. В общем, партия в клане Калидоне была единственная за месяц, но она памятная, и она была хороша. Следующее, во что мы играли, это Firefly. И вот здесь, конечно, есть что рассказать. Это удивительный представитель моей коллекции, который лежал с 2018 года, нетронутый. И причем он лежал не просто так, он всегда напоминал о себе, и мне периодически хотелось его достать и поиграть. При том, что отношение к этой игре у меня такое скептически пренебрежительное. То есть, ну, какая-то так себе игрушка, но при этом что-то в ней есть. И если посмотреть первый мой обзор, он до какой-то степени такой и остался. То есть, странная игрушка, странная, для фанатов. И я ее все-таки каким-то чудом в этот месяц в апреле достал. Думаю, да ладно, сыграю еще раз, посмотрю, что там было. Сыграл одну партию сам с собой, и она получилась настолько прикольная, настолько классная, я думаю, да блин, что мне не нравилось? Она вполне себе хороша, что я решил взять и сделать по ней сериал для канала. И вот вторая партия получилась чуть ли не пятичасовой, и все это выложено на канале в таком формате истории, в формате приключения. В общем, я постарался выжать из этой средней, объективно средней игры, по максимуму, все, что мог. И, в общем-то, доволен. Обе партии были классные. Одну вы даже можете полностью посмотреть на канале от начала до конца. Firefly порадовал, очень неожиданно порадовал. Несмотря на мой весь скептицизм, несмотря на все мои негативные слова об этой игре, она дала, наверное, больше всего игрового удовольствия в этом месяце от настольного хобби. Вы скажете, ага, вот она, игра месяца. Нет, и все-таки, несмотря на все эти слова, я не называю игрой месяца Firefly, хотя на втором месте она, наверное, пожалуй, точно вместе с главными коридонии. И последняя игра, которую я могу отметить и хочу отметить в апреле, это Merchants of Venus. Торговец Венеры. Очень малоизвестная, очень редкая игрушка. Весьма и весьма средняя. Если Firefly это средняя игрушка, то Торговец Венеры это даже, пожалуй, ниже среднего игрушка. Но почему я ее называю игрой месяца? Да, игрой месяца апреля я называю Торговец Венеры в соло режиме. Почему я называю ее игрой месяца? Хотя я объективно понимаю, что она весьма и весьма средняя по всем параметрам. Дело в том, что она наиболее сильное впечатление на меня произвело своей неожиданностью. Я от нее вообще ничего не ждал. Я помнил, что это такой классический пикап и деливери с торговым уклоном. Помнил, что у нее есть какой-то развитый режим, который я так и не попробовал за три года. Да, я ее тоже последний раз открывал в 2018 году. У меня в 2020 получается такое возвращение к истокам. Потому что 2018 год у меня как раз был самый такой, может быть, насыщенный. Я там и сериал по Рунбаунду снимал, и вот Светличка снимал, и вот Вену сыграл. И все там было, вот такие крупные сериальные игры. Они все были в 2018-2019 году. И вот спустя 2-3 года я к ним до какой-то степени возвращаюсь с новыми силами, с новым опытом, с новым восприятием настольного хобби. Так вот, торговца Венеры я не помню даже уже почему достал. А, как же не помню? Помню, потому что увидел его на другом канале iPlay Solo. И решил все-таки вспомнить тот стандартный режим, который я не освоил тогда. Потому что мне сама игра не очень понравилась. Да, в мультиплеере классический режим весьма прикольный, но в Solo он, ну, никакой. Так вот, я решил посмотреть, что там наворотили в FFG, и посмотрел новый режим. Он мне более-менее понравился, там его расширили. Но на самом деле это та же самая классика, просто побольше мяса, условно говоря. А вот потом я попробовал Solo режим. И это для меня было просто открытие. Когда всего несколько карточек и всего несколько правил преобразили настольную игру, сделав из нее совершенно другой жанр. Все тоже, у тебя на столе все то же самое, как и в стандартном режиме. Но правила меняют ее настолько, что ты ощущения от нее испытываешь совершенно другие. В Solo режиме это оказалась весьма и весьма занимательная головоломка пассианс на выживание. Поменяли правила, то есть как только у вас кончаются деньги, вы проигрываете, чего нет ни в стандартном, ни классическом режиме. Поменяли условия победы, нужно за 30 ходов избавиться от 5 каких-то требований, которые выходят случайно. И игра засияла новыми красками, и она стала, в общем-то, одной из самых интересных соло-приключений не только в апреле, наверное, в этом году. Так вот, Игром месяц я ее называю в основном за неожиданность, что вот три года на полке лежала коробка, в которой прятался такой замечательный соло-режим. И что интересно, как правило, в современных играх соло-режим добавляют, ну, так скажем, больше для галочки, и здесь он для галочки. Но здесь производители не ожидали, наверное, что он сам по себе получится таким увлекательным. Так или иначе, если вы заинтересовались игрой месяца, вы можете перейти по ссылочке по подсказке или просто по поиску по моему веб-каналу трансляция по торговцу с Венера в соло-режиме. Посмотрите, это было весело. Сыграл я в нее 6 раз, все проиграл. Правда, один раз все-таки выиграл, но с большими послаблениями. То есть я 3 раза за партию позволил себе переходить, изменить результаты бросков, и только тогда я смог выиграть. Я себе такого обычно не позволяю в Амери Трэше, но здесь, проиграв 5 партий подряд, уже просто нервов не хватило, и в шестую тоже проигрывал, и позволил, в общем, себе немножко подыграть, чтобы убрать ее в коробку с глаз долой. То есть я даже не скажу, что это самый позитивный игровой опыт, но то, что он самый необычный, это однозначно. Поэтому игрой месяца, апреля, для магии настольных игр, я называю торговца Венеры в соло-режиме. Но на втором месте кланы Кайдони и Светличка. Спасибо, что посмотрели, всем пока, и до встречи на нашем канале.